Съезд народных депутатов 1989 года, где чёрным по белому написано Съезд народных депутатов осуждает пакт Молотова-Риббентропа и считает его юридически несостоятельным. Он не отражал мнение советского народа, а является личным делом Сталина и Гитлера. Что ещё можно сказать более точно и ясно по этому вопросу? Или вы хотите, чтобы мы делали это каждый год? Что ещё нужно сказать, как вы считаете? Мы считаем, что этот вопрос закрыт. Всё, возвращаться к этому больше не будем. Сказали один раз – достаточно. По поводу пакта Молотова-Риббентропа. Обращаю ваше внимание на ход исторических событий, когда Советский Союз, неважно даже, кто там руководил дипломатией, ясно, что руководил там Сталин, но он был не единственный человек, который думал на эту тему, на тему обеспечения безопасности Советского Союза. Так вот, Советский Союз предпринял массу усилий создать условия для коллективного противостояния нацизма в Германии, сделал многократные попытки создать антифашистский блок в Европе. Все эти попытки успехом не увенчались. Более того, после 1938 года, когда в Мюнхене был заключён известная договорённость о том, что были сданы некоторые области Чехословакии, допустим, некоторые политики считали, что война неизбежна. Черчилль, например, после того, как его коллега приехал в Лондон с бумажкой с этой и сказал, что я вам привёз мир, Черчилль на это ответил, теперь война неизбежна. И вот когда Советский Союз понял, что его оставляют один на один с гитлеровской Германией, он предпринял шаги, направленные на то, чтобы не допустить прямого столкновения. И был подписан этот пакт Молота-Риббентруппа. И в этом смысле я разделяю мнение нашего министра, министра культуры, о том, что смысл для обеспечения безопасности Советского Союза в этом пакте был. Это первое. Теперь второе. Я напомню, что после подписания соответствующего Мюнхенского соглашения сама Польша предприняла действия, направленные на то, чтобы аннексировать часть чешской территории. И получилось так, что после пакта Молотова-Риббентруппа и раздела Польши она сама оказалась жертвой той политики, которую и пыталась проводить в Европе. Нам нужно вот это всё оставить, надо иметь это всё в виду, ничего не забывать. И если вы обратили внимание на то, что я вчера говорил, то я сказал, что по-настоящему эффективная система безопасности может быть построена на внеблоковой основе, на основе обеспечения равного подхода к обеспечению безопасности всех участников международного общения. Вот если мы сможем выстроить работу именно таким образом на базе ООН, то мне кажется, что мы добились бы успеха.